Я вот такой лохматуш. А там колесо плавает что ли? Чего они на меня летят? Голуби дурацкие. Что-то про этот ремонт сказать надо. Это проверка. И сегодня у нас нет белых перчаток, нет белых халатов. А все почему? Потому что сегодня мы отправляемся на прогулку в новое место отдыха горожан. Я говорю про набережную Качи, хотя мы по идее еще до нее не дошли. Ее благоустроили, это благоустроительство завершилось только что. Явно ваши октябрьские вот такие ветреные прогулки и на Качи тоже будут. По идеям разработчиков, это благоустройство должно было соединить все пространства в городе. Татышев, центральная набережная должны плавно перетекать в благоустроенную Качу. Стартуем мы как раз с Вантового моста. И сейчас все это благоустройство и замечания, которые уже посыпались по этому благоустройству. Все проверим. Может мы, конечно, не оттуда начали, но здесь пока ничего не напоминает благоустройство. Поребрики все пошорканные и какие-то развалившиеся. Там, ниже, ближе к реке, тоже вижу торчащие бетонные плиты, торчащие коммуникации. И не очень видно, что здесь что-то приводили в порядок. Ну и очень много жалоб от людей, которые здесь прогуливаются на вот эту уличную графику, на все, что разрисовано. Очень бы хотелось, чтобы либо было антивандальное покрытие, либо убирали то, что нарисовано, стирали это. Но выглядит, правда, неопрятно. И, судя по жалобам, мы с этим неопрятным разрисованным столкнемся на набережной еще не раз. Как-то сложно пока представить, что действительно это единый комплекс между красивой набережной и красивым дальше Юдинским сквером. Вот такое что-то некрасивое. Причем это не просто ржавая конструкция. Да, ржавая, страшная, да, тоже разрисованная. Но еще и специально заляпанная какой-то строительной субстанцией, каким-то шлаком. Где благоустроить кто-то? Я, может, не туда иду? Причем вот эти ржавые, недоблагоустроенные конструкции, они реально первые метров 50, наверное, набережной. Хотя что я жалуюсь, они хотя бы есть. А вот это что? Набережная кончилась? Это не выход, там нет ни лестницы, ничего. Просто кто-то выбил зуб набережной. А на саму Качу смотреть еще грустнее, еще печальнее. Чего там только нет внутри. Очень жаль, что когда мы занимаемся благоустройством, мы не чистим саму речку. Пакеты валяются, бутылки, стекло, грязь какая-то откровенная. Просто мешки с мусором. И все это прямо внутри, прямо в речке. Конечно, разрисованные бетонные плиты – это просто боль всей набережной. Там чего только нет. И настоящие граффити, что-то похожее на искусство уличное. И просто страшные надписи. Вот надписи точно здесь не нужны. Зачем вы их пишете? Вот зачем? Знаете, мы когда выезжали на эту проверку, я оператору говорю, едем снимать красоту. Да, есть жалобы, но на новое всегда плохо реагируют. Наверное, там все прекрасно. Я, правда, пока не могу найти красоту. Вот я иду вдоль этой набережной. Ну что я вижу? Что на меня что-то хочет свалиться. Что торчат металлические страшные арматурины, какие-то штыри. Я, может быть, не под чем-то, поэтому мне некрасиво. Тут, видимо, надо как-то по-другому гулять, судя по мусору. Но трезвым взглядом на это смотреть пока очень грустно. Причем вот эти уродливые надписи и рисунки, они есть на каждом берегу. И здесь, с этой стороны тоже кто-то что-то пытался написать, нарисовать. С другой стороны просто марафон каких-то посланий и рисунков. Ну, не могу сказать точно, есть ли технология, которая позволяет быстро с этим справиться. Но какие-то методы искать нужно, потому что если у тебя в центре города вот такая грязь, выглядит отвратительно. Мы идем по набережной уже минут семь. За это время я не увидела ни одной урны. Ладно, я иду просто так. А представьте, человек идет с окурком. Что он делает с этим окурком, если нет урны? Правильно, он бросает окурок. Раз окурок, два окурок, три окурок. И так вдоль всей набережной. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. А почему? Потому что просто нет урны. Бедные уточки, которые здесь обитают. Вот в такой грязи, я даже не знаю, можно ли что-то там поймать в этой речке вонючке. Ну, жалко нашу качу. Очень хочется, чтобы здесь прибирались почаще. А еще лучше выбрасывали мусор сюда пореже. Чисто физически, конечно, единый комплекс получился. Можно пешком дойти от одного места до другого, от Вантового моста и дальше идти по качи. Физически идти можно, но вот этого единого ощущения того, что здесь все благоустроено, его нет. Есть лавочки, которые были до этого благоустройства, они уже в прямом смысле загаженные, старенькие. И вот этого ощущения, что все вокруг опрятно и все в едином стиле, вот оно не рождается, его нет. И снова грусть и печаль, снова выбитая створка, которую почему-то никто не восстанавливает. Но я уже вижу хотя бы издалека, вот оно где-то благоустройство есть. Вижу урну и вижу пандус. Ну, хоть это появилось, хоть люди с колясками или на колясках смогут здесь передвигаться. Совсем мало мобильной категории граждан. Теперь пандус есть. Ну, какой он? Сейчас посмотрим. Пандус, конечно, свеженьким не выглядит. Явно это часть еще предыдущего благоустройства. Старенький, пошарпанный, но главное, он исправный. Все дощечки на месте, а значит, пользоваться им комфортно. Чем прекрасна эта набережная? Что здесь обычно нет ни велосипедистов, ни самокатчиков. Здесь спокойно, но тем не менее, есть для них разметка. Есть вот это зонирование. Правда, зонирование почему-то заканчивается. Вот в этом вся Россия. Видимо, финансирования хватило только до этой части набережной. А дальше свободное плавание. Хотела урны, получай урны. Действительно, в этой части набережной их много. Прям видно их издалека. Но вот как они установлены, к сожалению, тоже заметно и без линейки, и без уровня. Что чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть кривовато. Что точно сделано очень круто, это уличная мебель. Она по всему городу, везде, где у нас появляются новые пространства. Одинаковое, узнаваемое, в одном стиле. Но и здесь отдельное спасибо, что все скамейки все-таки со спинками. Вот на правобережной набережной такого я не увидела. Там немножко грустно отдыхать. А здесь сиди, наслаждайся, даже если ты пришел один, для тебя, для одинокого тоже отдельная лавочка. Вот вы где прятались, свеженькие, опрятные, только покрашенные заборчики. Вот почему нельзя всю набережную сразу покрасить? Они же одинаковые там и здесь, только там ржавые и страшные, а здесь такие красивые. Ну вот приятно мимо таких ходить, просто приятно. А вы вообще знали, что здесь такая огромная детская площадка? Это не то, что просто площадка, и даже не просто городок, это какой-то космос для детей. Когда эту набережную готовили к реконструкции, большие споры были вокруг кованой беседки. Мы до нее еще дойдем, ее все-таки оставили, но реконструировали, реставрировали, сделали новенькую чистенькую, красивую, не стали заменять на деревянную, как было в проекте. Но зато починили. А вот ее подружку на том берегу Качи почему-то не починили. Она так и осталась дряхлая, старая, некрасивая, тоже расписанная баллончиками. Ну, неэстетично все это. Вот они, последствия, к сожалению, почти любого благоустройства. Да, посадили красивый газончик, но весь укрывной материал, который этот газончик заботливо прятал, просто бросили. Просто он вот так валяется, и сколько еще пролежит, непонятно. Ну вот она, где пряталась красота. Нужно было сначала просто пройти километра полтора, а потом вот красота. Уже красивая набережная, красивый мост, плафоны, все шикарное. И новые клумбы, ну, не скажу, что шикарные. Интересные вот эти здоровые корзины по всему городу. Они появились здесь в том числе в рамках этого благоустройства. Ну, интересно выглядят. Но нравятся эстетически не всем. Не прошло и пяти минут. Похвалила я за лавочки со спинкой, пришла. Спинки куда-то испарились. Ну, правда же, неудобно. Вот напишите в комментариях, что вам тоже неудобно, чтобы я понимала. А мы пришли, наконец-то, к той самой беседке раздора, когда здесь начинали реконструкцию. Хотели все делать деревянной, вместо этой беседки тоже поставить деревянную. Но местные не дали, сказали, нет, нам нравится. Пускай она кованая, пускай она из 90-х, но она наша. Но ее отреставрировали. Сейчас она выглядит вполне себе симпатично. И вечером с огоньками, с вот этой вот небольшой иллюминацией, подсветкой, должно быть прямо, прямо хорошо. А вот этот пятачок реконструировали очень классно. Если помните, раньше здесь был такой узкий проход, и даже с коляской не всегда было удобно пройти, некомфортно. Машину обещали отсюда убрать, чтобы здесь гулять. Сигналят они. В чем это я? Еще раз. Так вот, здесь был узкий пятачок, совсем узкий проезд. И невозможно было им пользоваться сейчас. Все расширили, выглядит это классно. Если бы еще не понятно, зачем посередине установленный фонарный столб, было бы вообще хорошо. Киси, 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 киси. Ну ты скажи мне, ну тебе-то как благоустройство? Лучше бы его не видеть, да? Ушел. Лучше бы не видеть, сказал. Ну или подумал. Плюс хочу поставить за навигацию, которая здесь появилась. Вот так она выглядит. Понятно направление, где искать парковку, где зону отдыха. Но непонятно, какое расстояние нас отделяет сейчас от той или иной точки. Вот нужен тебе туалет, смотришь, он в той стороне. Но ведь критично важно понимать, сколько до него идти. А то, может быть, уже и поздно будет и можно не идти, кустики искать. А еще здесь на панели навигации есть вот такой значок «Еда». Но если присмотреться на всей карте, еда эта появляется только один раз. И вот здесь, как нам сказали зрители, еды-то собственной нет. Есть место под кафе, но само кафе еще не появилось. И вообще, сколько не идешь на этой очень длинной набережной, ни одной точки с кофе, с чаем, с каким-нибудь напитком нет. Ничего. Вот это, конечно, существенный минус. Бизнес. Вы где? Здесь, здесь. Надо быть здесь. 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 Пешеходная зона прерывается, а наша проверка здесь подходит к концу. Давайте подводить итоги. Набережная классная. Очень здорово, что набережная действительно сейчас превращается в один комплекс, когда можно из острова Таташев, из центральной набережной перейти сюда на Качу. Протяженная, классная. Но не могу сказать, что какое-то впечатление, ах, какого благоустройства. Очень много ржавого, грязного и изрисованного. Вот если это будет исправлено, то мы скажем, что проверку они прошли, и место великолепное пока, и есть над чем поработать. Все это благоустройство обошло и 40-70,5 миллионов рублей на эта пешеходная зона, и еще 50 миллионов в Таюдинский сквер. Но будем надеяться, каждый сюда приходящий будет видеть, на что ушли деньги, и будет наслаждаться этой красотой. Но я только напоминаю, от нашей проверки никто не уйдет. Екатерина Кашучик, Сергей Кашин. Новости ТВК. Новости ТВ. Новости ТВ. Новости ТВ. Новости ТВ. Новости ТВ. Новости ТВ.